Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас в информационном блоке Славянская Церковь Дмитисов Седьмого Дня, здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о предстоящем служении и о событиях нашей общины. Время движется вперед, ну и жизнь, конечно же, наша не стоит на месте. Итак, в эту субботу у нас проповедует служитель нашей церкви Илья Гринавич. Пожалуйста, молитесь за его служение. Я верю, что это будет благословением для всех тех, кто будет с нами на этом богослужении. В эту же субботу многие из наших сестер будут в Леоне Милус. У них там будет встреча женского отдела, и я тоже прошу вас, чтобы вы молились о том, чтобы эта встреча прошла благополучно, чтобы наши жены, наши матери, наши дочери или сестры, они благополучно доехали туда, провели чудесное время и вернулись благополучно же обратно. Поэтому, пожалуйста, молитесь за это мероприятие, которое будет уже в эти выходные. Также хочу напомнить, что мы все еще ищем преподавателей английского языка. Как вы помните, я говорил в прошлый раз, у нас есть идея создать курсы английского языка, которые будут проходить параллельно с встречей клуба следопытов и искателей приключений. Это каждую среду с 7 часов вечера. Думаю, что это будет хорошим подспорьем для всех тех, кто недавно приехал в Соединенные Штаты Америки и нуждается в том, чтобы подучить или лишний раз попрактиковать английский язык. Поэтому, если вы знаете человека, который является преподавателем и мог бы помочь нам в этой сфере, пожалуйста, дайте мне знать мой номер телефона 916-254-8182. Будем вам очень и очень благодарны за помощь. Еще одно объявление. По решению Совета Церкви мы открываем фонд помощи семьи Богдану Сапику. Я думаю, многие из вас вспомнят, около месяца тому назад он попал в автомобильную аварию. Несколько недель тому назад ему сделали операцию на колено. И еще несколько недель ему придется провести в постели во время реабилитации организма и вот этого места, где проводили операцию. Все это время он нетрудоспособен. Поэтому, несмотря на то, что медицинская страховка покрывает все расходы, связанные с лечением, тут еще есть немало других расходов, связанных с жизнью, с бытом, ну и со самим процессом восстановления после этой аварии. Поэтому мы будем вам очень благодарны, если вы подключитесь и сможете поддержать этот фонд для помощи семье Богдана Сапика. Фонд будет открыт эту и следующую субботу. Еще раз будем вам очень благодарны за вашу поддержку и помощь. Еще одно объявление. Ищем работу. Я посещал вчера молодую семью, которые приехали буквально пару недель тому назад из Украины. Жена по специальности швея. И если есть, кто-то знает, что для нее может быть работа, мы будем очень благодарны. Муж готов работать на любой работе, связанной со строительством или в какой-либо другой сфере. Знаете как, когда ты только сюда приехал, то есть нужда в любой работе. Если у вас есть какая-то информация, я буду вам очень благодарен, если вы сможете помочь. Также эта семья ищет машину. Бюджет, скажем так, скромный для начала. Это где-то около полторы тысячи долларов. Но я знаю, что у нас и на такой бюджет можно приобрести в автомобиль. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете, что кто-то продает автомобиль приблизительно вот за такую цену, могли бы посоветовать нам, мы были бы вам тоже очень и очень благодарны. Со всей информацией обращайтесь ко мне. Опять-таки, мой номер телефона 916-254-8182. Будем вам тоже очень благодарны. Хочу напомнить, что у нас проходят выборы церкви. Прошу вас и дальше молиться за это служение, которое проводит избирательный комитет. А также хочу вот о чем сказать. Позапрошлую субботу мы раздавали анкеты для того, чтобы понять, а где вы видите себя в служении нашей церкви и каким образом вы могли бы реализовываться с вашими талантами, которыми Бог вас наделил. Из 250 розданных анкет я получил пока что только 17. И это очень-очень мало. Для меня очень важно, чтобы работа избирательного комитета она была в команде со всей общиной. Поэтому я очень прошу вас, если вы не принесли еще ваши анкеты, принесите их в эту субботу. Или же сейчас вы увидите QR-код. Наведя ваш телефон, вы сможете перейти по этой ссылочке в ту форму, где вы сможете заполнить эту анкету онлайн. Это намного проще. И вам не нужно будет переживать о том, чтобы не забыть эту анкету дома. Также есть ссылочка в описании к этому видео, которая тоже вас направит на эту же анкету. Будем очень-очень вам благодарны за ваше сотрудничество. Очень хочется, чтобы мы, как единое тело Христово, могли сотрудничать, заботясь друг о друге, поддерживать друг друга во всех тех служениях, которых церковь сегодня нуждается. Еще раз прошу вас, сделайте это сегодня, и мы вам будем очень и очень за это благодарны. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за Ольгу Казаренко, за Богдана Сыпьюка. Продолжаем молиться за Валентину Жигайло, за Ларису Подоляка. И, конечно же, продолжаем молиться за то, чтобы война в Украине прекратилась. Пожалуйста, не забывайте об этих просьбах каждый раз, когда вы склоняетесь перед Богом в молитве. И в заключении текст из Священного Писания. Это Псалом 25, 2 и 3 стихи. «Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мой и сердце мое. Любовь Твою неизменную я вижу во всем, и потому живу в истине Твоей». Очень хотелось бы, чтобы и наш ум, и наши сердца, они принадлежали Богу, и истина Его их наполняла. Дай Бог нам сил для этого. Я желаю вам всего самого наилучшего. До встречи уже в эту субботу на нашем богослужении тут, в Доме молитвы, или же онлайн. Всего вам хорошего, дорогие друзья.